Ну, давайте поговорим о том, чем японская анимация отличается от западной анимации. Например, есть вот диснеевская анимация, которая вся такая плавная, там частота кадров в секунду постоянно держится на 24, там животные поют песни, все это очень весело, и очень ключевое отличие аниме – это то, что над сценой в японском мультфильме может работать один художник, один человек, который делает ключевую анимацию. У диснеевского такого не бывает практически никогда. То есть там, если бегает симба в кадре, и к нему приходит бумба, то симбу рисует один художник, бумбу рисует другой художник, а там еще 10 других людей рисуют пальмы, которые рисуются на заднем плане, когда они разговаривают. Вот у японцев есть такая штука, как лимитированная анимация, вы, наверное, слышали, да? То есть это анимация, в которой частота кадра не держится на 24 секунду для кинорелизов, а там какие-то сцены, где, например, мало действия, разговорные, там она может подойти до 8 кадров в секунду, то есть просто меньше рисунков. И вот если смотреть какое-нибудь чудесное аниме, например, например, opening. Алекс, а почему у тебя... Он выпускает. Какой он быстрый. Ну, в общем... Угу. Вот, сейчас. А звук-то есть? А звук вверх. А звук вверх. А ну, стрелку вверх. Да. Значит, сейчас. Вот какой-нибудь кусочек. Сейчас. Ну, например. Вот. Персонажи заходят в комнату, и вот видно, что очень такая низкая частота кадров в секунду, то есть рисунки статичные, ну, практически такая чуть-чуть уживленная манга. Как только они начинают играть, то сейчас вы видите, как качество анимации драматически возрастает. Ну, все английский понимают, наверное. Да, японский тоже. Да. Да, японский. Да, японский тоже. А, так сойдет. А, так с удовольствием. А, так с удовольствием. А, так с удовольствием. Ну, в общем, на этом месте выпрыгивает там Симба, Пумба и начинается Диснеевская. Ну, в общем, вы видите, что сцена, которая начиналась практически статично, превратилась в итоге в очень хорошо анимированный эпизод. И на Западе это порисовало там 15 человек, и у них был буквально рассинхрон, и здесь это все, ключевая анимация, нарисована одним человеком. То есть все персонажи, руки, все вместе. И просто если рассказывать о выдающихся современных японских аниматорах, которые специализируются на каких-то спецэффектах или каких-то особых сценах, например, сценах драк, да, то вот можно начать с Ютаки Накаморы. Это человек, который начинал свой путь в анимации с опенинга, с открывающей заставки аниме Escaflon. И после этого он начал специализироваться на хореографии боев. Вот сейчас я покажу отрывок из фильма «Меч Сворд оф Стрэнджер». Не знаю, по-моему, нет у него официального русского названия, он у нас не издавался. «Чужака», мы его показывали на реанимфесте. Точно. В общем, сейчас куда-нибудь. Вот для этой сцены всю ключевую анимацию делал один человек, где так нужна мотор. Сила анимации в том, что когда снимается кино с актерами, то люди там строят какой-то там в павильоне декорации, да, там бегают актеры, и человек отдельно ставит хореографию. Здесь один человек придумывает всю сцену от начала до конца, держит ее в воображении и зарисовывает. «Меч Сворд оф Стрэнджер» 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 Ну вот, чтобы понимать, что такое почерк автора, да, можно посмотреть еще один клип. Это отрывок из... Сейчас вы поймете, откуда этот отрывок. Это тоже ее Дага Накамора. Б.А. Сейчас. Какой быстрый аналбук. О да. О да. О да. О да. О да. О да. блин да вы почему-то говорят по-английски да ну то просто не нормализован ну и может быть еще накамуры кусочек маленький из dark and black что будут прям совсем прочувствовать что что это все делает один человек что у него есть свой собственный почерк авторский вот как все это происходит понятно что вот то что вы сейчас видели это результат труда не только ключевого аниматора а еще и там других людей которые занимаются тем что называется фазовкой как происходит работа над анима ну мы примерно понимаем что всегда есть дизайн персонажа да на которые ориентируются художники в том числе те которые делают ключевую анимацию и всегда есть это если что был дизайн из аниме super natural персонажа сэма винчестера и есть то что называется раскатровка или контэ по-японски это вот такие вот листы где обычно режиссер или ведущий аниматор проекта набрасывает довольно схематично весь фильм это получается что это такой сценарий нарисованные маленькими простенькими картиночками то вот были раскатровки из аниме атакуими да рисунки такой метоми для аниме мостом них анбасе проекта такой маленький чудесный клип режиссер раздает сцены ключевым аниматором и соответственно они уже сами работают в рамках конкретной сцены пытаются как-то адаптировать ее под свои возможности рисовать там кто-то специализируется бывает же там же есть специализация кто-то вот как нагамура специализируется на драках кто-то занимается там спецэффектами кто-то рисует летающие там ракеты и взрывы и каждый вносит что-то свое чтобы люди там пустив ход фантазии не выбивались из рамок проекта да то есть бывает так что смотришь на персонажа он вообще на себя не похож есть такая должность как режиссер анимации все они маться заниматься тем что когда ключевые художники нарисовали всю ключевую анимацию для фильма он сидит и проверяет насколько она соответствует дизайну и часто бывает что просто перерисовывать что-то потому что иногда аниматор отклоняется от дизайна очень сильно ну и например фрагмент где есть только ключевая анимация то фазовки тут отрывок например из евангелия на сейчас мы увидим это не за анимация к сериалу но где же опынин открывается быстро флешка алекса вот это только ключевые кадры то есть основные фазы движений персонажа ну в данном случае его вот это то что делают ключевые аниматоры потом все вот это дело попадает фазовщиком часть фазовщиков работает на студии в японии фазовщики люди которые дорисовывают промежуточные кадры между ключевыми то есть чтобы движение выглядели более плавными и часть естественно работает по субконтрактам там в китае в корее ну примерно то же самое западной анимации потому что симпсонов например рисуют в корее но разница в том что фазовщиком в аниме не доверяют делать серьезную работу то есть они именно просто промежуточный технический мультипликатор рисует вот можно посмотреть сцену из аниме но и которую раскадровку здесь делал аниматор рио тимо тут сначала будет полная версия то как это выглядит в самом фильме но в сериале и потом будет два кусочка с ключевой анимации и вместе с фазовкой вот это уже готовый мультипликатор который показывают по телевизору и там продается на DVD финальная версия ариотима это как раз молодой аниматор вот когда он отрисовал ему было 24 по моему года он как раз из нового поколения таких сетевых аниматоров которые там начинали как раз с гифок всяких на форчанах вот это вот его ключевая мультипликатор этой сцены то есть как видите практически все 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 основные движения уже один человек нарисовал то есть все что остается после него это вот приходят фазовщики и добавляют плавности этих движений то есть в принципе то же самое просто чуть-чуть плавнее это естественно лимитированной анимации не зовешь хотя вот в самой серии там сцены разговоров там конечно качество и частота кадров сильно падает здесь старая сценка я показывать не буду она другой момент из этого же сериала